Девушки отдыхают За вас, учись, брат, до конца Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на ком без факт стоял Господи, я буду пытаться говорить все-таки Не фотон Конечно, иногда у меня тоже будет рассказать А каратурского или световой квант Потому что сейчас фотон называют не то, что так надо Тогда называли фотоном такую горошину Которая несет энергию ашобика И попадая в глаз, вызывает ощущение слева Сейчас фотон, это более хитрое понятие Если мы считаем фотон горошиной Мы намного неприятностей наткнемся На чем обычно говорят интернет-пользователи Например, когда говорят про постулаты Эйнштейна Про сложение скоростей Они говорят, фотон летит со скоростью Потон никуда не летит со скоростью Теперь мы про постулаты совсем другое понимаем Это было очень промежуточное понятие Поэтому я постараюсь это слово Подумать как можно меньше Но вот если каратурского света Это частица У которой энергия Равна ашомика То вообще говоря Эта частица ультралитивистская Поскольку, наверное, эти частицы Летят со скоростью целя В вакууме во всяком случае А это означает, что для их описания Как частиц Надо пользоваться специальной теорией относительности Я напомню, что в специальной теорией относительности У нас пол четырех вектор и бурса У которого нулевая или временная компонента Это была энергия Делить на С Это касается любой ультралитивистской частицы А три пространственные компоненты Это были компоненты импульса Далее мы с вами когда-то говорили Что четырехскалярное произведение Любого четырех вектора на себя Это инвариант И поэтому Если я четырех импульс Четырехскалярно умножу сам на себя А я напомню Когда мы четырехскалярно перемножаем Два вектора Мы должны со знакомым плюс Перемножить их нулевые компоненты И со знакомым минус Пространственные компоненты У нас оба вектора одинаковые Поэтому со знакомым плюс Пойдет Дубль в квадрате на С в квадрате И со знакомым минус Пойдет квадрат минус Ну давайте так напишем поподробнее Это скалярное произведение Трех импульсов на себя И то же самое Что квадрат импульса В квадрат С в квадрате Минус парад С другой стороны Мы В теории относительности С вами видели Что такая величина Действительно является Инвариантом И есть произведение Массы покоя в квадрате В квадрате на квадрат Пользуется Так вообще говоря Для любой частицы Или для классической Или релятивистской Потому что релятивистская физика Имеет более широкий Более широкую область Применения чем классическая Поэтому это всегда так Ну а для релятивистской Частица Это обязательно Если мы будем Классические И писать уравнения Мы будем получать Гугл Если это не классические И будем писать И релятивистские уравнения Будем получать Правильные Но не обратные В нашем случае Фотон Карпусского света Это ультрарелятивистская Частица Поэтому вот такая Запись И связь ее Энергии И импульса Обязательна Теперь возникает Вопрос Чему равна Масса покоя Патрона Давайте вспомним Еще одну Релятивистскую Формулу Согласно которой Импульс Релятивистской Частицы Есть произведение Ее массы Пакоя На скорость Делить на корень Из единицы Минус В С Квадрат В случае Если у нас Частица Летает В вакууме Со скоростью С Мы получаем Пренеприятнейший Результат Мы получаем М с ноликом В Делить на ноль Ну понятно Что при любой Конечной скорости У нас получается Особенно Если у нас Скорость Там у нас Скорость Света У нас Два Рома У нас Вообще Получается Что импульс Такой частицы Должен быть Бесконечным Господа Это бы означало Что загорать Очень больно Но представляете На вас летят частицы С бесконечным Режим Викус Ну не только Загорать Просто под этим светом Находиться Очень больно Ну наверное Создавшись Ситуацией Есть Только один Разумный Мах Если у нас Ультра Симферская Частица То чтобы Ипульс Не был Бесконечным Придется считать Что у нее Масса Плохоя Равна Нулю Поэтому Частица Света Масса Плохоя Должна быть Ну Тогда Не так Страшно Тогда Ноль Делить На Ноль Это Некая Неопределенность Я Нужно Перевоскрыть Но Если М с Ноликом Не Ноль Тогда Сразу Импульс Бесконечный Не Лезет Ни Какие Рамки Чему Тогда Равен Импульс Корпуск Света Но Можно Воспользоваться Этой Формулой Тогда У нас Получается Что В Квадрат На С В Квадрат Это Квадрат Ринус Раз Масса Плохоя Левая Это Значит Что Модуль Импульса Частицы Света Должны равняться Отношению Энергии Этой частицы Скорбости Света Но Мы с вами Договорились Энергия Частицы Света Это Аж Омега И Дрекар Пурс С Вот Так А давайте Вспомним В вагууме Аж Что Что Так Это Модуль К Модуль Волновой Верс Ну Понятно Что Наверное Импульс Частицы Света Направлен Туда Куда Она Лечит А Свет Распространяется Туда Куда Волновой Верс Тогда Модуль Можно Снять Тогда Получается Что Модуль Импульса Карапузского Света Это Постоянная Планка На Волновой Верс Но Тогда С учетом Сказанного Четырехмерный Импульс Это Такая Штука Энергия У нас H Омега На С А Импульс У нас Оказывается H На К Тогда Общий Множитель H Можно Вынести А Когда Т Говоря Про Уравнение Даламбера Даламбера По Майму Я Возил Такой Четырех Вектор Три Компонента Которого Это Обычный Волновой Вектор А Нулевая Компонента Омега На С Эта Величина Волновой Остик Называлась Четырех Вектором Для Которого Мы Писали Преобразование Лоренса Чтобы Получить Эффект Доплера И Эффект Либерации Ночного Неба Поэтому Оказывается Четырех Волновой Вектор Который Получался В уравнении Цвета Для Вакуума Это Оказывается С точностью Некоторые Фундаментальные Константы Которые Называются Постоянная Планка Это Просто Четырех Вектор Энергии Импульса Вот Так И Неожиданный Случай Ну Поскольку Все Кто Занимается Квантовой Механикой И И И Система Единиц И Диаш Перечерпнутая Равно Единиц Четырех Импульса Волновой Вектор Четырехмерная Это Одна Так же Как Трехмерный Импульс И Трехмерный Волновой Вектор Это Одна Ну Тогда Энергия И Частота Одна Это Жизнь Поэтому Я так Люблю Писать Энергию В буквы В Потому Что Это Ужасно Похоже На Частота Одна Это Ну А Теперь Если Частицы Света Обладают Импульсом Можно Подумать О том Что Любой Поток Частиц Несущий Импульс Ударяясь На что-то Будет Что-то Создавать Давление И Поэтому Если У вас Поток Частиц Света Попадает На Поверхность То Свет Будет Давить На Поверхность Этот Эффект Называется Световое Давление Ну Сразу Развихла Идея Опыта Давайте На Той Кремит Подвесим Такую Вертушечку Ну Естественно Откачаем Воздух Чтобы Перекрутиться Было Легко Ну Одну Сторон Сделаем Черную А Другую Сделаем Блестящую Черная Поверхность Не будем Светить На нее Черная Поверхность Будет Свет Что Делать Поглощать Поэтому Каждая Карпусского Света Ударяясь Черная Поверхность Будет Передавать Ей Импульс Ашер Мигнация Будем Дать Отвечать Для простоты Нормально Вот Прямым углом Чтобы Никаких Осинусов Не было Поэтому Здесь Будет Давление Ну Чтобы Давление Не Пусть С Импульсом Пусть П Это Будет Сила Делить На Площадь Поверхности А Сила У нас Будет Это Отношение Переданного Импульса Контервал Времени Делить На С А Переданный Импульс Не хочется Считать Все частицы Света Которые Находятся На расстоянии Больше Чем С Делета Т За время Делета Т Долетят До Эти Поверхности Поэтому У нас Один Одна Частица Света Передает Значит Будем Так Напишем Одна Частица Света Передает Импульс H Омега На С Теперь Умножим На концентрацию Частиц Света И На Объем Объем Это С На С Дельта Т С Вот Если Мы Отойдем Сюда Сюда Вот На расстоянии С Делета Т То Все Частицы Света Находящиеся Между этими Пускай Семь Делитесь Ну Теперь Это Надо Поделить На Дельта Т Отсюда И Поделить На С С Делета Т С С С С С С Получаем H Омега На Н Вот Такой Импульс Будет Передаваться Черной Поверхности П Черная А Импульс Который Будет Передаваться Блестящей Поверхности Каждая Частица Будет Упруго Отражаться От этой Поверхности И тогда Импульс Будет Передаваться Не H Омега Сколько 2 Омега И тогда У нас Будет 2 H Омега N Ну и Тогда Эта Репертушка Должна Закрутиться В ту Сторону Вот Эти Блестящие Черные Белые Цветы Написано Этому Этому Черные Блестящие А Этому Блестящие Но Икру Она Должна Закрутиться Ваш Сказан Сделано Такое Этому Поставили И Вертушка Закрутилась Так Она Закрутилась В другую Удивительный Результат На самом деле Это был Просто Грязный Эксперимент Дело В том Что Тогда Не умели Хорошо Откачивать Воздух И Вертушка Была Не в полном Вакууме А в разряженной Атмосфере Когда Стали светить Черная Поверхность Стала Нагреваться Объясня Это стало Горячее Это стало Холоднее Но поглощается Здесь энергия Значит Поверхность Нагревается И тогда Когда молекулы Воздуха Подлетали Холодные Поверхности Они Отскакивали С той же Скорости А от черной Поверхности Частично Они все таки Отскакивали Не все же Поверхность Но отскакивали С другой И поэтому На эту Черную Поверхность От Все таки Отскачивающих Молекул Передавался Больший Игрус Грубо говоря В этой Когуре Подбул Ветер И этот Ветер Закрутил Вертушку Куда Противоположную Сторону Потом Когда Научились Хорошо Откачивать Воздух Вертушка Закрутилась Куда Надо Но Очень Медленно Но На самом Деле Убрать Эксперимент По световому Давлению Силы Радиационных Потоков Грубо говоря Ветер Очень Трудно Но Вот После Перерыва Я вам Покажу Эксперимент В котором Как мы Думаем Эти Силы Которые Мешают Наблюдать Радиационное Давление И Хороцово Помогают Наблюдать И Похоже Что Эксперимент Чисто Хотя И Скептики Говорят Что Там Еще Чего То Ничего Но Это Будет После Перерыва Перерыва Продолжение следует Продолжение следует